2019 год для областного центра прошел под знаком двух важных событий – тысячелетия культурной столицы Содружества. Такого количества красочных мероприятий в городе не ожидал никто. Настолько ярко и интересно все получилось. Первым аккордом торжеств стала церемония открытия проекта «Культурная столица». Концерт, проходивший в спортивном комплексе «Виктория», удивил и брещан, и гостей Содружества своим масштабом и количеством задействованных ресурсов. Несколько часов действия прошли на одном дыхании и подарили особые впечатления и эмоции. Далее был парад оркестров, карнавал, фестиваль студентов, библиотечная ассамблея, конкурс «Экслибриса». И это только крупные мероприятия. А сколько локальных встреч принимал областной центр, сколько творческих испытаний прошло под эгидой тысячелетия. Кульминацией масштабного действия стала композиция «Миллениум», где под брызгой фонтанов звучал гимн Бресту, его историей, его достижением, его людям. Этот год культуры в нашей культурной столице, знаете, что привнес? У нас новые культурные мероприятия не только в Бресте, но и во всей Беларуси. Такого интернационального состава в мероприятиях никогда еще в Бресте не было. И, конечно, более ста мероприятий прошло. Из них впервые очень многие. И мы решили с руководством города, что некоторые мероприятия у нас будут и в дальнейшем. Все это дает возможность нам просто продолжить то, что было доброе между народами Советского Союза, сегодня между народами СНГ. И лучше познавать друг друга, и дружить, и укреплять наши связи не только экономические, не только политические, но и духовные. А это самое главное. Если люди понимают друг друга, если люди доверяют друг другу, я имею в виду разных стран, если они дружат, значит, есть возможность для дальнейшего сотрудничества, для дальнейшего обогащения друг друга. Торжественная церемония передачи статуса культурной столицы собрала большое количество почетных гостей. Их участие в столь важном для культурного пространства СНГ мероприятии подтверждает то, насколько профессионально подошли брещания к реализации предложенных возможностей. Это был хороший опыт сотрудничества, который дал толчок для развития новых творческих направлений. В торжественной обстановке Александр Рогачук передал первому заместителю Акима Шемкента Нуртаю Кайрату символическую статуэтку. Теперь добрую культурную традицию продолжит Казахстан. Город готовится, люди радуются. И это такая большая возможность еще раз странную часть СНГ, амена истории, культуры, готовятся хорошие объекты исторические. Брест – это уникальный формат для СНГ с точки зрения узнаваемости, с точки зрения ассоциации нашего города, с точки зрения положения географического нашего города. И мы постарались в культурной составляющей все эти факторы учитывать. Учитывать и использовать при организации новых проектов. Ведь, как отметил со сцены мэр города Александр Рогачук, для Бреста теперь все только начинается. Кроме того, в рамках закрытия проекта «Брест – культурная столица Содружества» состоялось награждение премии «Содружество дебютов». Ей были удостойны талантливые молодые представители творческой интеллигенции, которые уверены, именно культура позволяет стирать границы между народами, ведь настоящее искусство не имеет рамок. Я не могу передать те ощущения, которые сейчас я чувствую. Я очень безумно рада. И я хочу поблагодарить пресс-центр культуры, который является благоприятной площадкой, где встречаются народы СНГ, и укрепляются связи между нами артистами. И я очень рада. Так как я всегда нахожусь в этой среде культурной, постоянной выставки, все посещаю, и все друзья у меня тоже художники, музыканты и актеры, то для меня это привычная среда обитания. И, наверное, лучше со стороны видеть, как все развивается. Для меня это все естественно происходит. Я не могу представить, как это может быть иначе. Но мне кажется, все движется в правильном направлении. Звуки молодежного оркестра СНГ, созданного на базе Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста России Сергея Скрипки добавили церемонии торжественности и масштабности. Звучала музыка, классическая, народная, понятная без слов, вдорожащая сердце и душу. Кто-то из великих сказал, что культура основывается на любви к совершенству. И ведь действительно представители творческой интеллигенции – люди целеустремленные, те, кто находятся в постоянном поиске гениального, но при этом доступного для каждого, кто может открыться душой. Целый год город жил в этом удивительном ритме совершенства. Он же останется курсом и на ближайшие десятилетия. В этом сомнения нет ни у кого. Лучшее, что возможно было привезти в этот год, в Брест сюда приехало. И я думаю, что для вашего города, город, безусловно, полон культуры, я сейчас не говорю о святом таком месте, как Брестская крепость, которая тоже, помимо всего прочего, это огромный памятник культуры, историко-культурная память многих народов здесь собралась. Но это и замечательный театр «Кукол», который известен во всей Европе и на постсоветском пространстве, и замечательный драматический театр, в котором мы находимся. Все процессы культурной жизни активизируются, они становятся более динамичными. Я думаю, что мы правильно выбрали Брест, когда определялись тем, какой город будет культурной столицей. И в рамках культурной столицы мы позаимствовали уже несколько форматов, которые, даже потеряв этот статус, мы уже, ну, передая этот статус, мы будем проводить за счет городских, спонсорских и других средств. Культурная жизнь настолько многообразна, что вот этот уникальный статус нам позволил выйти с такого немножко провинциального формата наших праздников. Уверен, что в 2020 году будет не меньше ярких событий, в том числе и по итогам вот этого высокого статуса.